Сегодня в этом здании светло, уютно и безопасно. Вся творческая семья в сборе. Но еще два месяца назад на Гастагаевскую школу было страшно взглянуть. Недобросовестные подрядчики затянули с ремонтом кровли и к осенней непогоде школа оказалась не готова. 18 сентября на Анапу обрушились ливни. Актовый зал затопило, пострадала мебель и инструменты. Глава курорта на месте ЧП дал поручение восстановить в кратчайшие сроки. Результат Сергей Павлович приехал оценить лично. Директор школы Виктория Гончарова провела мэра по всем классам. Гастагаевская школа искусства Виктория Гончарова основана в 1989 году. Многие педагоги трудятся в этих стенах не один десяток лет. Валерий Саблин 20 лет дирижер хоровик в этой школе. Иногда замещает коллег, преподает игру на музыкальных инструментах. Индивидиальные занятия нам вполне хватает. Ну ты сколько уже занимаешься? Второй год. Второй год. Тебя как зовут? Яну. А где ты живешь? В улице Линейна, там 8. А в какой школе учишься? В 15-й. Ну тебе нравится, чем ты занимаешься? А мяч гоняешь, да? Нет? А что? Ну тоже надо. Людмила Васильевна учит первоклашек от зам изобразительного искусства. Они пригодятся в любой профессии, говорит педагог со стажем. Возможно, здесь сидят будущие модельеры, дизайнеры или архитекторы. Все стараются, молодцы. Да, дети все любят. Никого насильно не заставляют? Нет, нет. Они у нас все с радостью приходят, раньше времени даже. А сколько занятий днятся? Ну у нас 3 часа 10 минут, в общем, вместе с переднями. Для родителей это бесплатно? Для родителей это бесплатно. 200 человек на бесплатной основе. Муниципальное задание для школы. Еще 10 человек обучаются платно на отделении хореографии. Своими воспитанниками здесь гордятся и не без оснований. Вот 10-летняя Софья Мартынова. Вместе с сестрой за 2 года они собрали 20 наград на всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах. Мы были на конкурсе «Новороссийские». Она, конкурс Ростаковича, она стала лауреатом третьей степени. И вот играл там фантастический танец. Актовый зал после ремонта не узнать. Да и вся школа преобразилась. Пошел на пользу косметический ремонт. Из обязательного заменили электропроводку и пожарную сигнализацию. Восстанавливали всем миром. Помогали родители, депутат городского совета Макаренко, спонсоры. Санаторий Мотылек, Анапа, Анапский хлебокомбинат, предприниматели. Из муниципального бюджета на восстановительные работы ушло более полумиллиона рублей. Работы завершили в рекордные сроки. Я не верил, что ремонт можно сделать из того, что я видел, в такой короткий срок. Поэтому, Марин, спасибо. Вам, вам спасибо. Молодцы. Территория хорошая. Можно деревья посадить здесь, посмотреть еще что-то, сквер разбить. Здесь просто сквер сделать. Клубы разбить. Одну дорожку сделать, освещение дополнительное. 9 мая высадите. Пусть она школа и будет. Будет аллея. Сергей Сергеев также рассмотрит возможность приобретения музыкальных инструментов для Гастагаевской школы искусств. Продолжение следует...